Музыка Марки это не просто почтовые миниатюры, это настоящие произведения искусства. По ним можно изучать историю, да и просто наслаждаться, рассматривая каждую в отдельности. История приднестровских марок началась в 1992 году. Думаете, на них был Суворов, что позже клеили на рубли? Нет. На обычной советской марке тогда печатали слово «Тирасполь». Рядом была цена 28 копеек, в отличие от советской копеечной марки. Эта марка была в обращении всего три недели, потом ее изъяли, ну, кишиневские власти, и уничтожили. Но ее нельзя считать общегосударственной, она скорее носила локальный характер, то есть... Сугубо городская? Сугубо городская, да. Уничтожено почти 108 тысяч марок, то есть 54% общего тиража. Официально первую приднестровскую марку выпустили 31 декабря 1993 года. Просто герб страны на голубом фоне. Стильно и лаконично. Печатали эту марку на обычных листах, без клейкой основы и перфорации. Эти серии уже отпечатаны во Франции. Во Франции? Да. А нынешние марки печатаются где, у нас или за рубежом? Нынешние марки печатаются и у нас, и за рубежом. Перфорация эта является, во-первых, защитой от подделок, а во-вторых, для работников почты удобнее так разделять марки на отдельные марки и, соответственно, приклеить. Продажи, когда марки продавались, вот от общего листа, от блока, отрывать так удобнее было. Да. В детстве мне нравилось, вот мы с бабушкой клеили, когда марки, вернее, я клеила, написала письма, отправляли, то есть брал блок и вот так отрывал вот этим вот по дырочкам, как я их тогда называла. Это было действительно очень удобно и очень интересно. У меня бабушка тоже учила собирать марки, я сейчас понимаю, что это выглядит очень дико, потому что брались листы в клеточку и силиконовым клеем приклеивались марки так, чтобы они смотрели друг на друга вовнутрь, ну, что это так красиво. А теперь вот... А теперь, конечно, марку вот так вот не будешь приклеивать, иначе ее ценность снижается до нуля. Зато красиво. Зато красиво, да. Во время интервью вспомнили и о кубинских марках, их продавали в Союзпечати в пакетиках по 10-15 штук. Ну, вы еще могли играть. В смысле, могли? Мы играли. За более чем 30 лет в Приднестровье напечатали тысячи марок, самые популярные серии, 350 лет со дня рождения Петра Первого, 100 лет создания СССР и космическая тема. А это самая редкая и дорогая марка. Миниатюра посвящена визиту в Приднестровье великой княгиней Марии Романовой в 2009 году. Ну, часть тиража, соответственно, дорогим гостям раздарили. За минусом фондов, госколлекции. Осталось совсем немножко для коллекционеров. 15 листов где-то, да, наверное? Да. Цена у нее есть сейчас примерно на аукционах? Ну, мало ли вдруг. Ну, я думаю, что набор из четырех листов и блока, ну, в районе 500 долларов. У меня ее в коллекции нет. По нашим маркам можно изучать историю Приднестровья. На некоторых из них есть здания, которые не сохранились до наших дней. Итак, вот марка, посвященная 150-летию визитов Бендеры императора Александра II. Здесь, помимо самого императора, есть дом коменданта Бендерской крепости, в которой он останавливался. Это здание сегодня не сохранилось, но на этой гравюре его можно увидеть. Кстати, недавно выпустили марки к 90-летию хлебокомбината Тирасполя. На них каравайи, булки, тему еды использовали впервые. Ее будут продолжать. Например, есть планы напечатать почтовую миниатюру с огурчиками по-тираспольски. А 30 апреля будет еще новинка. Тема необычная. Славянский тотемный годослов. Славянский тотемный годослов. Что это за марка? Что такое годослов? Еще и тотемный. Ну, славянский, понятно, это наше. Да. Ну, как у китайцев есть гороскоп, который насчитывает 12 знаков, то у древних славян был тотемный годослов, и он разделялся на 16 тотемных животных. Каждое из животных реальное, в отличие от китайского дракона. Вот. В прошлом году мы эту серию начали годом огнегривого коня и продолжается лосем. Ну, а к Олимпиаде в Париже марка Приднестровья обещает миниатюры с нашими олимпийцами – Натальей Валеевой и Ларисой Поповой. Фото Поповой с Олимпиады 80 сделают цветным. Это первая марка в Приднестровье, которая будет изготовлена при помощи искусственного интеллекта. Соответственно, 1980 год, фотографии были только черно-белые. Искусственный интеллект сделал вариант цветной фотографии, а художник уже ее перерисовал. Спутники марок, открытки и почтовые конверты. Тут тоже есть на что посмотреть. Вот этот белый прямоугольник из 1991 года. На нем печать, годовщине, декларации о государственном суверенитете ПМР. Сейчас такой конверт можно найти только в частных коллекциях. Это открытка 89 года. Казалось бы, какое она имеет отношение к Приднестровью. Но нет, это не просто открытка из 89. Это перевыпуск 2000 года. И здесь так и написано. Участники парада Победы, посвященного 55-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, от Приднестровской Молдавской Республики. Бакланов, Ковченко, Бальбот и Приемыхов. В антикварной лавке мы нашли и редкие открытки с автографами. Настоящее сокровище. Черно-белое фото легендарного вратаря Льва Яшина с его подписью. Кстати, Лев Яшин приезжал к нам в Рыбницу в 1964-м. Был на турнире «Кожаный мяч». Это Лев Яшин с его автографом. Тоже с маркой. Вот такая вот есть. Это тоже очень редкая открытка. То есть эту марку, эту открытку можно отправить кому-то, да? Конечно, можно отправить, она с маркой. А думаете, дойдет с автографом Лева Яшина? Думаю, нет. А это автографы победителя Олимпиады в Сеуле 1988 года. Вот свою подпись на конверте поставила теннисистка Штефи Граф. В тот год она стала обладательницей золотого шлема, выиграв четыре кубка и Олимпиаду. А это привет из космоса. Валентина Терешкова. Первая женщина-космонавт. Помимо марки, на этой открытке есть и ее автограф. Действительно, настоящая, живая история. Ну а марки на самые разные темы можно найти в почтовых отделениях. А 9 мая будет спецгашение еще одной серии. К 80-летию освобождения Приднестровья от немецко-фашистских захватчиков выпустят марки с памятниками Великой Отечественной.